Принято считать, что одно из уникальных достоинств российского солдата это повышенная морозоустойчивость. Но есть и у него достойные конкуренты, финские егеря. Температуры в минус 30, их не удивишь. Обычные условия для заполярья. Лес для егеря, родной дом, а выживать и воевать лесу, его работа. В Лапландии есть не только Санта-Клаус, Северные Олени и туристы. Здесь, в этих лесах, долгими полярными ночами, проходят свою подготовку солдаты Лапландской егерской бригады. Егерские бригады – это наиболее боеспособные соединения сухопутных войск Финляндии. Всего их 9. Лапландская егерская бригада расположена севернее остальных, в 150 километрах за полярным кругом, неподалеку от городка Соданкюля. Здесь удивительно красиво. Сосны и ели, как на открытках. Снег неправдоподобно белый. А небо то пронзительно синее, то золотое, то малиновое. Днем не редкость радуга, а ночью – северное сияние. Правда, морозы в здешних местах достигают 50 градусов. Сейчас довольно тепло. Всего минус 20. Финским егерям и к местным красотам и к местному климату особенно привыкать не приходится. Служат здесь в основном парни из северных областей Финляндии. Якіри-пикаatin тärkeиня теhtävä on kouluttaa Pohjoisen Suomeen puolustamiseen tarkoitettuja jalkaväkijoukkoja. Кouluttaa nimenomaan varusmiehistä ja sitten myöskin reserviläistä kertousharjoituksissa. Боевая подготовка егерей отличается от подготовки солдат в других сухопутных частях. В первую очередь новобранцев учат метко стрелять. Стреляют они больше, чем обычные пехотинцы. Практически все добиваются в этом успеха. И это несмотря на то, что срочная служба финской армии непродолжительна. От полугода до года. В зависимости от воинской специальности. Огневой подготовкой егеря занимаются постоянно. На это не жалеют ни патронов, ни терпения инструкторов. Если у солдата на огневом рубеже возникает какая-то проблема, то он должен просто поднять ногу. И к нему сразу же подойдет инструктор и выяснит, в чем дело. А вот, компуят, Валмит! Финский автомат Валмит по сути ничем не отличается от советского автомата АК-47. Отличий у финской штурмовой винтовки Валмит М76 от АК-47 всего три. Наличие пламя-гасителя. Другая форма приклада. И то, что прицельная планка размещена до 600 метров. Хотя прицельный огонь ведется на дистанцию 300 метров и не дальше. По окончании стрельбы все идут к мишеням. Командир взвода тщательно помечает все пробоями. Результаты заносятся в специальную тетрадь. На их основе для каждого солдата делают индивидуальный график. Так что сразу становится понятно, что получается, а что нет. После осмотра мишеней все свежие дырки заклеивают бумагой, чтобы на следующий день не перепутать результаты. Мишени у егерей служат до тех пор, пока не превратятся в настоящее решето. Та же участь у мишеней на соседнем стрельбище, где стреляют из пистолетов. Каждый егерь обязан хорошо владеть не только штурмовой винтовкой, но и мощным 9-миллиметровым пистолетом. Из пистолетов егеря предпочитает браунинг хай-пауэр дабл-экшн. Ампука! Как видно, на Крайнем Севере отдают предпочтение классическим, надежным моделям стрелкового оружия. Но есть еще одна классическая вещь, без которой егерям просто никак не обойтись. Лыжи – одно из древнейших изобретений человека. Ровесники копья и лука. Финские егеря имеют в своем арсенале самое современное снаряжение. А вот лыжи у них самые обыкновенные, примерно вот такие. Без них в заснеженном лесу далеко не уйдешь. Лыжная подготовка – важнейшая часть обучения финских егерей. Дорог в лапланских лесах, прямо скажем, немного. Так что на лыжах егеря ходят, бегают и ездят еще больше, чем стреляют. В программу подготовки входят бег по снежной целине и передвижение по лесу с палками и без палок, многокилометровые марафоны и стремительные спуски с гор. Впрочем, мальчишки Северной Финляндии встают на лыжи, как только начинают ходить. Больших затруднений у солдат все эти упражнения не вызывают. Иногда егерям облегчают жизнь сочлененные гусеничные вездеходы – СИСУ-НА-140. Каждая такая машина перевозит или буксирует отделение солдат. В Лапландской егерской бригаде нет обычных колесных бронетранспортеров. По метровому снегу, болоту, раскисшей весенней или осенней грязи пройдут только такие вездеходы. В финской армии они выполняют самые разные функции. На их базе делают командно-штабные машины, обычные транспортные, санитарные. Также на них устанавливают противотанковое и зенитное вооружение. Обладая удивительной маневренностью, эти машины буквально петляют между деревьями. Складывается впечатление, что непроходимых мест для них, наверное, нет. Хотя, как показывает практика, засесть намертво можно на любом вездеходе. В тот день мы подобного не увидели. Молодые водители свое дело знали. Ежедневное вождение – великая вещь. В лесу каждый егерь должен чувствовать себя как дома. Для этого существует специальная подготовка. Сиссиен коллекции учитывается очень важная учиться в средне. Они учатся в курсе, навыка, природных мультиковых мест для них, чтобы они участвовать по себе вездах, даже в лесу, в теплоде, в среднеах, т.е. в автобусных мест для них, иlahка, и полность мест для них, чтобы они успевают распространять света во время сухих мест, требованиями, для них нужно будет. Довольно часто егерям приходится ночевать в лесу. Главное требование здесь – маскировка. Летом место ночевки не должно отличаться от кустарника, а зимой – от сугроба. Это родной для егерей дом в заснеженном Лапландском лесу. Даже в 30-градусный мороз температура внутри около нуля. Так что в специальных спальных мешках двое солдат вполне могут переночевать. Согласно нормативам, два солдата должны построить такой снежно-ледяной дом за три часа. Причем сделать это так, чтобы он максимально сливался с местностью. В противном случае придется все переделывать. Даже костер нужно разводить не где захочется, а там, где огонь, наименее заметен. Если будет много дыма, высокую оценку инструктор не поставит. И таких особенностей в специальной подготовке егерей великое множество. А вот мелочей совсем нет. Не случайно именно егерские части выбраны как основа для создания бригад постоянной готовности, так называемых «бригад-2005». Примерно через год эти элитарные части будут сформированы. Но даже если на вооружение егерей поступит суперсовременная техника, лыжи останутся лыжи. Если не умеешь на них бегать, никакая система глобального позиционирования не поможет. Так что еще долго лапландским егерям придется рассчитывать на свои собственные умения. Разводить бездымные костры, ночевать в промерзшем лесу, добывать дичь на обед и еще многое другое. Заполярный лес компьютеризировать вряд ли возможно. Да и не нужно. Гораздо лучше знать его и любить. Как свой собственный дом. Здравствуйте! Как ruler? Как правило? Продолжение следует...